Дорогие коллеги, я приветствую вас на очередном заседании коллеги Министерства экономики. Мое приветственное слово будет достаточно коротким. Суть сегодняшней коллеги, почему я решил поприсутствовать у вас, это может быть впервые за последние годы, так часто у вас бывает, но суть одна. Сегодня задача, которая поставлена главой государственной оппозиционной страны Владимиром Владимировичем Путиным, правительством страны, дойти до каждого. Это, собственно, является и партийной задачей, и государственной задачей, а дойти до каждого можно только одним путем. Это обеспечить все те условия для комфортной жизни каждого гражданина Российской Федерации. А каждый гражданин Российской Федерации, в первую очередь, зависит от того, как складываются у него взаимоотношения с властью на местах. Мы много и часто говорим о роли сельских муниципальных образований, районных муниципальных образований, но за этими фразами мы зачастую забываем о том, что все это должно быть подкреплено реальными делами и реальными шагами власти. Сегодня один из главных вопросов, который вы будете рассматривать, это формирование муниципального рейтинга развития предпринимательства и привлечения инвестиций. Как вы обратили внимание, мы очень внимательно сегодня подходим к оценкам работы органов исполнительной власти на местах, к критериям, которые мы предъявляем к работе руководителей органов исполнительной власти на местах. Это, еще раз повторюсь, муниципалитеты различных уровней, республиканские органы власти и так далее. Так вот, одним из важных критериев является забота и работа с предпринимательским сообществом внизу, то есть тех, кто непосредственно работает с кадрами, с людьми, с гражданами нашей республики. Я полагаю, что в нашей с вами общей работе это должно быть главным и определяющим фактором. Мы, как известно, в этом текущем году предприняли ряд конкретных шагов для того, чтобы облегчить и упростить задачу и работу органов муниципальных органов, муниципалитетов. Мы сегодня, помимо полномочий, которые передаем вниз, обеспечиваем их источниками финансирования. Мы в разы увеличиваем не только финансовую поддержку, но и государственные полномочия, опуская их до самого низа. Мы хотим добиться того, чтобы за любой малейшей просьбой или требованиями наших граждан люди не обращались в самые высшестоящие органы власти, а имели возможность обратиться их по месту. Для того, чтобы руководители в местах могли эти требования выполнить и реализовать, безусловно, у них должен быть полный пакет инструментов, должен быть полный пакет как нормативно-правовой базы, так и, безусловно, финансовой поддержки для того, чтобы эти полномочия свои реализовать. Сегодня мы говорим о том, что мы очень будем внимательно следить за работой районных администраций, сельских муниципалитетов, и за основу оценки работы будем брать как раз отношение к вышеперечисленным проблемам. Один из следующих вопросов, который вы тоже будете обсуждать, и на котором я хотел бы завершить, вот, скажем так, акцент, который хотел бы сегодня привнести в заседание коллеги, это стратегическое планирование Республики Калмыкия. Мы все уже вот который год работаем над реализацией концепции социально-экономической стратегии развития экономики, народного хозяйства нашей Калмыкии, но, как и всякий любой документ, я неоднократно подчеркнул, он, конечно же, претерпел за все эти годы и корректировки, и изменения, дополнения и так далее. В самое ближайшее время мы должны приступить к формированию новой концепции, подчеркиваю, новой. Безусловно, это не значит то, что мы отметаем все прошлое и все те задачи, которые лежали в планировании предыдущих лет. Нет, конечно. Но сегодня жизнь не представляет нам совершенно иные вызовы, и условия, собственно, для реализации некоторых государственных региональных программ совершенно иные. Ну, скажу даже более откровенно, более конкретно. Практически сегодня мы вышли на нулевой стартап. Нулевой я имею в виду то, что в основных своих задачах сегодня регион по социально-экономическому блоку все те свои задолженности и государственные обязательства перед гражданами республики исполнил. Я имею в виду реализацию проектов, которые были заложены в празднование 400-летия от вхождения добровольного республики в состав России. Сегодня мы заложили фундамент для промышленного производства в сельском хозяйстве. Мы заложили первые шаги, первые, скажем так, базы для того, чтобы наладить наше сельское хозяйство с точки зрения производства на переработку, и причем закладываем уже глубокую переработку. Сегодня назрели предпосылки для того, чтобы уже на основе сделанного делать более радикальные шаги для того, чтобы динамика была гораздо выше. Люди не могут ждать годами, если не десятилетиями, для того, чтобы жизнь у нас в Калмыкии наладилась к лучшему. Поэтому я думаю, не думаю, а убежден, что Министерство экономики должно сыграть ключевую роль в формировании стратегического плана, а в целом правительство и все органы исполнительной власти должны поставить перед собой первостепенную задачу в реализации этого плана. Полагаю, что сегодня в докладах, которые будут озвучены на коллегии, основные концептуальные задачи будут изложены. Думаю, что документы, которые выйдут после заседания коллегии, конечно же, безусловно, будут рассмотрены в целом в министерствах и ведомствах республики. И уже в будущем, причем в недалеком будущем, расширенные заседания правительства примет окончательный документ, то есть заложат нормативно-правовую базу для реализации стратегического планирования в республике Калмыкия. Полагаю, это основное, что мы должны сегодня обсудить. И предлагаю начать работу. Пожалуйста.